Всем привет! Вы смотрите программу до 17 и старше, а с вами я, Настя Гдунова. Сегодня мы на новогодней вечеринке, посвященной новоселью блогерского дома Hype House. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это мой дебют в сериале. Он выйдет только в следующем году, но это то, о чем я мечтала несколько лет, и это в этом году случилось. Я занималась до этого долго актерским мастерством, и не скажу, что мне было суперсложно. Было суперсложно в знакомстве именно с новыми людьми, это все воспринять, новый коллектив, у всех другое мышление. То есть, все равно же мы привыкаем к своим друзьям. Вот, и в этом плане было немного тяжело, но все ребята, с кем я работаю, суперкрутые, позитивные, поэтому они мне, наоборот, только помогали. Вот так. А что тебя мотивирует для достижения новых целей? Ну, в первую очередь, это моя семья. Мама, папа, сестренка маленькая. Потому что мне хочется для них быть самой лучшей, и я мечтала об этом, потому что родилась-то я в маленьком поселке, долго там жила, не скажу, что мы жили в супербольшом там достатке. То есть, самая обычная среднестатистическая семья. Вот, и когда у меня получилось, я понимаю, что мне хочется продолжать свой путь, а не останавливаться. Все для семьи, ну и для себя, естественно. Потому что, в первую очередь, это творчество. Я творю, я творческая личность. И мне это все приносит удовольствие. А вот если бы ты знала, что любое твое желание сейчас может исполниться, что бы ты загадала? Я и так знаю, что все мои желания могут исполниться. На самом-то деле. Ну, если не говорить про какие-то суперфантастические из серии «В космос полететь», там, «На крыльях взлететь». Все мои желания, все, что я хочу, может случиться в жизни. Это лишь вопрос моих действий, я думаю. Ничего бы не загадывала. Я поздравляю вас с Новым годом. Будьте собой, никого не слушайте. И, как обычно, я говорю, как минимум один человек в этом мире верит в вас. И это я, Юлька Шпулька, она же Юля Гаврилина. Вот. Будьте собой, и все у вас получится. Какие самые яркие достижения у тебя произошли в жизни за этот год? Я горжусь нашим с Настей Ивлеевой, соответственно, нашими двумя проектами. Это «Сердце Ивлеевой», которое все так любит и смотрит, и «Тревел Баттл». Первый сезон, мы его закончили, мы его отсняли. Вот этими историями я горжусь больше всего. Вот этими достижениями. Вообще, за этот год я выпустил сколько? Проектов семь, наверное, на телевидении. И я этим очень горжусь. Что тебя мотивирует для достижения каких-то определенных целей? Слушайте, наверное, история в том, чтобы не сворачиваться своего пути. Я же зачем-то на этот путь встал, а как-то повернуть назад уже стыдно перед самим собой. Поэтому приходится дальше работать, пахать, как сильно бы ты не уставал. Вот это, наверное, меня и мотивирует. Если бы ты знал, что сейчас можно загадать желание, и оно вот 100% исполнится, что бы ты загадал? Жрать и не поправляться. Боже, Жизану. Хорошо. Если перейти к Новому году, что ты любишь больше? Дарить или все-таки получать подарки? Я человек, который любит скорее дарить, чем получать. Получать подарки я не умею. Уважаемые телезрители до 17 и старше, поздравляю вас с наступившим 2023 годом. Желаю вам только благ, всех вселенских благ, любви, удачи и, конечно же, много денег. Потому что деньги – это жизнь, а жизнь – это деньги. Ура! Есть ли какие-то традиции, может быть, в семье? Что, как празднуешь? Новый год – это просто что-то теплое, что-то волшебное, что-то семейное. Но в этом году, блин, до Нового года остается буквально чуть больше 10 дней, а у меня нет даже ощущения этого Нового года. Потому что, наверное, это первый год, когда такой сложный декабрь в плане работы. Я радуюсь, потому что это круто, когда работа есть. Но пока не могу ощутить полностью окунуться в эту новогоднюю атмосферу. Но, я не знаю, это волшебство, это любовь, это тепло, это положительные эмоции, салют. Не знаю, ничего плохого вообще не может ассоциироваться с этим днем. Что яркое произошло в твоей жизни? Чем ты гордишься? Слушайте, да, не знаю, 20-й год – это год, который абсолютно полностью поменял мою жизнь. Вот прям полностью. Вот так вот перевернули на 360, на 180 градусов. Я в конце 2021 года планировал заканчивать карьеру. Но мне помогли, через два дня мне позвонили в ТНТ, пригласили на «Звезды в Африке». И я отлично вылез из этой депрессии. Я нашел и обрел самую главную любовь в своей жизни. Для меня это самое главное, наверное, что произошло в этом году. И, слушай, 23-й год – это год кролика. Это мой год, поэтому я думаю, что 22-й год – это был такой разминочный, разогревочный. И в 23-м мы начнем уже побеждать намного сильнее и идти вперед дальше. А что тебе помогает добиваться цели? Что тебя мотивирует, может быть? Семья. Семья, близкие, родные – это те люди, которые мотивируют, те люди, которые, блин, дают тебе глоток воздуха каждый раз, когда его не хватает. И просто это те люди, которые тебя любят и искренне всегда тебя ценят, поддерживают и ждут. Дорогие наши телезрители, телезрительницы, я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Самое главное – пожелать вам крепкого-крепкого здоровья вам и вашим близким, чтобы ваши мечты сбывались, цели достигались, как можно больше любви вам и как можно больше искренних людей рядом с вами. Наверное, стало более взрослее, мудрее. Я как-то переоценила какие-то некоторые вещи в своей голове и разобралась с этим. Закрыла несколько гештальтов, которые меня отревожили большое количество времени. Нашла человека, который очень дорожит мной, и я это знаю, и очень ценит меня, и очень любит. Я, наконец-таки, начала понимать, в какую сторону мне смотреть и двигаться дальше. Если раньше я пыталась схватиться, знаете, за все и как-то довести до идеала все-все-все-все-все, это сводило с ума, а сейчас я понимаю, где мне нужно сделать то или иное действие, чтобы все было хорошо. Поздравляю вас с Новым годом, желаю счастья и моря любви, и обязательно, ребята, здоровья. Самое главное, следите за своим здоровьем, и будет все, чики-пуки. Я вас люблю, целую и обнимаю. Я оцепляю все слова, которых не было в реальности никогда. Укроюсь облаком мечтаний иногда. Мне кажется, что погибаю, посмотрев в глаза. Лишь одно прикосновение замевают мои принципы, теряю обновения. Легические приступы и снова я на точке невозврата. Отдыхаю все фрагменты нашей жизни, вглядом нежно укриваю. Какие самые яркие достижения у тебя произошли за этот год? Я была в Африке, я танцевала на шоу «Маска танцы», почти дошла до финала, если бы не нога. Я почти, вот сейчас очень скоро уже буду выпускать альбом, я его закончила. Да, в принципе, мне кажется, я просто всегда, каждый год у меня есть какие-то достижения, и это все идет поступательно, постепенно. И я просто стараюсь делать то, что мне нравится, и чтобы это было круто и классно. А что-то мотивирует на эти достижения? Стимулирует, может быть, что-то? Мой характер. Характер. Что-то еще есть? Нет, просто я хочу быть счастливой, а таким образом я счастлива. Если бы сейчас исполнилось любое твое желание, вот по щелчку, что бы ты загадала? Я бы загадала, чтобы люди научились ценить то, что у них есть, и уважительно относиться друг к другу. Я поздравляю вас всех с Новым годом, желаю, пусть все мечты в этом году сбудутся, и чудеса случаются, просто знайте это. Какое самое яркое достижение за 2023 год? Не обо всем можно рассказывать, потому что то, что мы сделали, команда Крик Лак в 2022 году будет выходить в 2023, но это был очень большой шаг. Плюс я выпустил два альбома, один очень грустный, второй кардинально, другой веселый, совместный со Сквозь Баб. Я выпустил и написал столько музыки, сколько, наверное, писал, никогда не писал, вот никогда, может быть, только в детстве, когда по четыре альбома в год выпускал. В этом плане чуть-чуть горжусь собой, могу сказать, что был молодцом и очень много времени уделял музыке. Вот, наверное, как-то так. И не умер, прикиньте. Это вообще самое главное достижение за год пока что. Кто, как не ты, знаешь, как сделать из песни хит? Какие должны быть шаги, чтобы сделать песню хитом? Да я понятия не имею. Мне в один раз очень повезло с хитом. И до этого несколько раз на ютубе тоже были какие-то очень громкие песни. Не знаю. Говорят, что есть у хита какая-то формула. Но мне кажется, надо просто сделать классную песню, которая срезонирует в сердцах у людей, которая будет им близка. Нет у меня задачи сесть и написать хит. Я просто сажусь и веду свой дневник только под музыку. Что всегда есть у тебя на новогоднем столе? Оливье меня не покидает круглый год. Я в любом рейстике обязательно в кафе попробую оливье местное. Типа какие-нибудь бутербродики с икрой. Вот это вот тоже. Или можно за... Ну, на самом деле, вот хочется... В этом году я буду... У меня будет очень нестандартное новогоднее стол. Почему? Я пойду в Азию. И хочу... Я хочу сделать это максимально по-азиатски. Йоу, молодежь! Флекс, хайп, спиннер! Смотрите передачу до 17 и старше. И с Новым годом! Дорогие телезрители программы «До 17 и старше», я хочу вам пожелать счастья, здоровья, исполнения всех ваших желаний, чтобы в вашем доме царила любовь, теплота и уют. Ваша Настя Гданова. Вы смотрели программу «До 17 и старше», ну а с вами была я, Настя Гданова. Не забывайте подписываться на YouTube-канал программы «До 17 и старше», ставить лайки и писать свои комментарии. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!